По поручению губернатора Дмитрия Азарова в Самаре проходят учения по ликвидации угроз чрезвычайных ситуаций, приуроченные к старту отопительного сезона. В них участвуют представители городских властей, районных администраций, ресурсоснабжающие организации, оперативные группы и филиал регионального диспетчерского управления. По легенде, в 20-градусный мороз в промышленном, Кировском и Советском районах отключилось электричество, в результате чего останавливаются насосы, перестают работать котельные, без тепла и воды остаются жители 819 домов, 80 учебных учреждений, 28 больниц и стационаров. В городе ввели режим ЧП. Для жителей развернули 41 пункт временного размещения. Школы и больницы подключили к резервным источникам отопления – мобильным котельным. Мы сейчас берем больницу Симашко, подхватываем котельную, ставим, разворачиваем в реальном времени этот режим котельную, переводим ее туда. Вот такими методами мы сегодня и цель учения именно достигается таким вопросом. В случае аварии мобильную котельную можно развернуть всего за 4 часа. Ее мощности хватит для того, чтобы обеспечивать бесперебойным теплом лечебное учреждение, школу, детский сад и даже большой многоквартирный дом. Сегодня учения провели у школы номер 147 и на территории больницы имени Симашко. Мобильная котельная работает от дизеля, подключается подпитка холодной воды и уже в данном конкретном случае подключились к ЦТП на больнице имени Симашко. Данную больницу решили обеспечить альтернативным источником тепла, чтобы заранее вывести трубы и минимизировать тот промежуток времени, за который подключается мобильная котельная. На месте аварии выставляют подвижный пункт управления. С его помощью представители городских властей могут следить за ситуацией в режиме реального времени 24 часа в сутки. Для этого рядом с автомобилем устанавливают камеры видеонаблюдения. Учения в Самаре продлятся до 26 сентября. Специалисты из разных сфер должны устранить аварию за 48 часов. После этого представители городских властей должны подвести итоги. События.